приветствую вас мои дорогие вы на канале жанны фетисовой сегодня я в своем блоге хотела бы все таки наконец таки привести в порядок брови но точнее так я довольно редко их крашу волосы я уже вчера немножко оттенила более каштановым меня довольно светлые волосы когда отрастают то конечно заметно а сегодня пришла уже пора бровей я так думаю ну краска это всем знакомая кокетка я думаю что многие уже ее пробовали у меня брови как вы видите ну в цвет моих волос в общем довольно светлые и мне бы хотелось чуть-чуть потемнее но просто посмотрим что получится в итоге я пробовал вот такой же вариант но темный шоколад по-моему называется ли горький шоколад как-то так а это коричневый посмотрим может конечно и рыжий получится но ничего страшного будем пробовать здесь два пакетика все очень просто они смешиваются собственно между собой и получается краска если вы хотите можете на две части их разделить и два раза покрасить но это если вы желаете более темный цвет какой-то получить я в принципе могу приобрести еще мне не жалко они очень бюджетные поэтому будем смешивать сразу полностью оба пакетика очень важный момент если вы не уверены что вы идеально нарисуете себе брови то лучше смазать вокруг бровей то есть всю площадь который на которую вы бы не хотели заехать каким-то жирненьким кремом но тоже аккуратно у меня сейчас наоборот нанесен слишком такой ну питательный уход на лице я без косметики но уход есть и поэтому я наоборот протру ватным диском с тоником в котором есть спирт именно область самой брови а вокруг как раз оставлю уходовое средство еще свои брови перед тем как их заполнить краской начиная с хвостика буду заполнять пространство бровей вот такой кисточкой вы можете взять абсолютно любую скушенную кисть либо вот такую же длинненькую которую взяла я который удобно вам для того чтобы создавался эффект лифтинга именно такого лица я стараюсь поднимать кончик брови а не опускать его вниз в общем я использую ту же самую технику которую я использую каждый день когда привожу свои брови в порядок когда заполняю их тенями или воском дающим оттенок и заполняю следующий участок близкие уже к основанию брови но также не до конца для того чтобы исправлять какие-то грехи я всегда держу рядом такие вот влажные салфеточки обычные в общем для лица для гигиены и вот так чуть-чуть как бы подтираю внизу если мне что-то не понравилось краска не всегда ложится идеально ровно поэтому может казаться какие-то маленькие проплешинки еще что-то не очень страшно все равно мы как-то потом корректируем это не татуаж это всего лишь легкий оттенок на коже будет через 10 15 минут эта краска снимается влажным тампоном ватным потом я протираю вот такой вот влажной салфеткой либо ну просто умываюсь ну что ж давайте посмотрим что получится и вот так уже выглядят брови после того как вы их смываете я нанесла уже детский крем сверху чуть-чуть их расчесала обратите внимание что внутри брови вот здесь у меня есть маленькая родинка и она прокрасилась сильнее так всегда бывает но потом через какое-то время этот эффект уходит должна вам сказать что чем темнее волоски тем сильнее я вижу где растут брови а где нет вот здесь видите их чуть меньше но в общем это нормально у меня были довольно тоненькие бровки их раньше выщипывала сейчас отращиваю я этим эффектом абсолютно довольна если вы хотите большего такого прокрашивания так чтобы кожа прокрасилась но мне долго держать нельзя меня видите так розовая кожа уже под бровями потому что у меня очень чувствительная кожа кто не страдает такой чувствительностью как я можете подержать и полчаса если у вас никакого неприятного ощущения нет конечно же у вас сильнее прокраситься прокраситься еще и кожа и какое-то время подержится такой знаете тату а ну в общем то и у нас с вами сегодня был самый такой светлый вариант из существующих красок вот такого типа но у меня вполне это устраивает и я уже теперь могу дома по крайней мере когда я нахожусь и когда куда-то хожу магазин совсем не наносить ничего на брови но какое-то время я не знаю сейчас сколько будет держаться эта краска но обычно неделю на мне нормально в принципе держится на второй неделе уже начинает тускнеть ну и стоит она немного соответственно как вы видели ходить с ней мне например нужно недолго я темные брови не люблю они делают на мой взгляд ну такой взгляд на мой взгляд взгляд но действительно глаза делают какими-то очень такими строгими и серьезными вот такой вариант мне вполне подходит ну и конечно же я хотела бы дать вам отзыв о средствах которые я уже попробовала это бренд леврана я вам рассказывала о сыворотках чудесные мне очень понравились витамин е и сквалан я о них рассказывала оставлю вам ссылочку в описании к этому видео и тоже в своих комментариях вы мне писали говорили что вы постоянно пользуетесь но многие пользуются этой косметикой это натуральная органическая такая прям но я бы сказала веганская косметика там кристально чистые составы она такая очень специфическая них очень интересная такая семейная история развития бренда то есть они это семейная пара которая в общем то и открыла свою компанию по производству косметики с целью производить безопасную косметику задумались они об этом именно когда родили ребенка должна вам сказать что очень интересные средства очень сильно отличаются от многих я попробовала еще как я уже говорю три это была зубная паста гель для умывания и шампунь все они практически не имеют никакого аромата для меня минус когда нет аромата в зубной пасте я люблю аромат и люблю сильный довольно мятный вкус ну такой не раздражающий мне чувствительные зубы поэтому ну десны вот поэтому мне не вариант конечно использовать слишком такие мятные термоядерные зубные пасты нет но я люблю когда есть мятный вкус но 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 паста это удивительно мягко воздействует на десны мне понравилось как она чистит зубки прям такие я бы даже сказала отбеленные что ну прям прям кристально чистые блестящие в итоге я ее использовала таким образом я просто смешивала ее со своей мятной зубной пастой ну и тогда мне очень очень эффект понравился по поводу геля для умывания должна вам сказать что очень мягкий гель для тех у кого чувствительная кожа вечно сухая он не пересушивает это удивительно но хотя и состав такой натуральный настолько чистый что я думаю понятно что он и не должен сушить чисто теоретически даже да и действительно да я слышала много хороших отзывов действительно хорошие очень гель для умывания можно им до смывать гидрофильное масло что я пробовала делать и можно им просто умываться мне понравился у меня раздражение нет сухости нет а кожа у меня склонна к сухости ну в общем наверное слышали косметолог это тоже подтвердила хотя иногда вы говорите ой какая блестящая кожа но это вот просто блеск такой естественно это не жирный блеск у меня кожи вот теперь по поводу шампуня очень сильно удивил шампунь от леврана потому что он несмотря на свой абсолютно кристально чистый состав и практически отсутствие аромата он очень сильно пенится так пенится что я вообще просто была удивлена можно абсолютно поставить волосы вертикально такая густая пена так что с ним можно играть даже в различных животных там ушки себе рога делать и так далее настолько сильно очищает этот шампунь он абсолютно раскрывает по моим ощущениям волоски вот прям все все чешуйки он вычищает весь стайлинг если вы делаете вот такие вот жесткие укладки особенно если танцами девчонки знаете заниматься мальчиком тоже лачат волосы или вы просто каждый день используете такие довольно активные укладочные средства то обязательно хотя бы раз в неделю промывайте очень глубоко вот таким вот ну вот такого плана средствами волосы и скальп потому что средства укладочные просто так мягким шампунчиком не смывается и такой знаете ощущение как будто прям волосы аж склеиваются после этого ну то есть чешуйки видимо все открываются и волосы вообще совершенно потом невозможно ну вот так вот сейчас вот у меня помыто как раз волосы и вот так рукой вы не проведете по волосам если вы не нанесете потом какой-то ну бальзам или маску то есть настолько вычищается все они прям до скрипы становятся такие чистые но при этом не сушит кожу головы как ни странно не знаю как они это сделали но очень хорошо воздействует на скальп то есть действительно такая вот глубокая чистка кожи делал может быть скраб для головы да может быть хороший то вот такое же ощущение в общем это очень глубоко очищающий шампунь как поняла но на своем опыте и я до 1 раз в неделю точно его нужно использовать особенно если вы пользуетесь такими активными укладочными средствами вот такие у меня отзывы и сейчас уж гулять так гулять я бы хотела попробовать вместе с вами вот такую вот масочку от фаберлик это масочка увлажнение экстракт лотоса face mask тканевая маска для лица носится такая маска на 15-20 минут и потом остаточки смываются с лица или удаляются влажными салфетками заказывала я эти маски в 13 каталоге я сейчас тоже видела то есть они активно продаются это постоянная коллекция фаберлик я вам очень советую я пробовала уже таких вот несколько штук и по моему ощущению они все одинаково дает очень сильная такой прям гипер напитанность и увлажненность кожи во первых посмотрите как они пропитаны они очень сильно пропитаны и там еще очень-очень много эмульсии осталось то есть я нанесу ее потом еще на плечи на зону декольте но сейчас уже мы с вами просто масочку сделаем Ох, какая красота Вот эти вот странные штуки По бокам все на них жалуются Но знаете, я как-то не жалуюсь Я вот сюда вот их всегда заправляю И вот здесь тоже кожа есть Ее тоже нужно увлажнять Поэтому это тоже неплохо То, что здесь есть вот такая широкая полосочка на носик То, что здесь правильная форма Но в общем на европейское лицо рассчитано Корейские маски у меня довольно часто Знаете, маленькие какие-то кажутся Ну или не там глаза вообще, где должны быть Или не там нос Или какой-то маленький Ну понятно, просто другая форма лица Здесь вот мне нравится Правильный такой вот, видите, разрез глаз Прям ровненько все укладывается Ну что, занимаемся своими делами Ждем 15-20 минут И потом с вами снимаем, смотрим на результат А теперь я хочу показать вам папайю Какой же рецепт в итоге мне понравился больше всего Я потерла папайю прямо в блинчики Туда же я добавляю такой вот зерновой рассыпчатый творог Я люблю, когда творог видно И туда же добавляю чуть-чуть буквально соды Для того, чтобы они были такие более пухленькие Ну, оладушки, блинчики, как угодно их можно называть Обжариваю с двух сторон, два раза переворачиваю, чтобы они пропеклись Внутри, естественно, ну, яйцо, мука, все как положено Ну и, конечно же, добавляю свои любимые специи И их же добавляю, кстати говоря, в кофе Я уже показывала вам, pumpkin spice Мы заказываем и на iHerb И вот такой баночки, я думаю, мне еще на год точно хватит Расходоваться микро-микродозами Вот, получается очень вкусно Получается очень оригинальный, приятный Такой сладковатый, совсем не похожий ни на что вкус Мне понравилось Муж, кстати говоря, как ни странно Он довольно привередлив ко вкусам каким-то новым Да, ему тоже очень понравилось Правда тебе нравится масочка? Красиво же, да? Угу Правда жена всегда красивая? Да Да Да? Посмотри на меня, красиво? Да Да, ему очень понравилось Прошло уже 15 примерно минут Снимаю масочку Даже через 20 минут в ней все еще остается уход Смотрите, представляете, какое количество Очень много пропитки Действительно, можно потом еще второй раз использовать эту маску Потому что очень много остается Очень много Просто вот я уже третий раз выжимаю Кстати, сколько сыворотки И там еще в пакете очень много осталось Таким образом я потом распределяю На зону шеи декольте, естественно И на лицо еще И, кстати говоря, мне сегодня делали массаж Я не знаю, у вас такое бывает или нет Но у меня обязательно бывает раздражение Вот здесь такие, знаете, как мелкие Ну, прыщики Что-то потом проходит в течение дня После того, как я долго лежу вот так На массажном столе Упершись, ну, даже если в мягкую какую-то подушечку Или во что-то лбом Вот такая чувствительная кожа Вот так это выглядит Если вы имеете кожу чувствительную Ну и тем не менее, как вы видите Вся продукция Фоберлик Пока, по крайней мере, то, что я пробовала Маски, кремы, да Ничего у меня плохого со мной не случилось И никакой аллергии у меня не вызвало Чему я очень-очень рада Потому что, конечно, бренд такой очень доступный Вот такое у нас сегодня было с вами видео И надеюсь, что вам оно понравилось Сейчас уже буду смывать всю эту сыворотку Ну, лишнюю, пока еще чуть-чуть ее подержу на лице Потому что ее очень много Вот, друзья мои, пишите Я жду вас в комментариях Спасибо огромное, что вы сегодня были со мной Я желаю вам удачи И будьте благодарны за все, что имеете Пока Субтитры сделал DimaTorzok